Мы как раз обсудим вопрос, касающийся удаленной работы. 20% американцев продолжают после даже пандемии коронавируса работать из дома. Глеб, здравствуйте, спасибо, что присоединились. Спасибо. Говоря об удаленной работе и вот факт, что 20% американцев так и не вернулись пока в офис, для экономики это вообще хорошо или плохо? Ну, конечно, можно сказать, что для экономики это лучше, чем нет, потому что удаленная работа более продуктивная. Мы видим, что это намного эффективнее, чем работа в офисе. Те люди, которые работают дома, примерно 5-10% зависит от специальности более продуктивной, когда они работают дома, а не когда они работают в офисе. А в чем, по-вашему, главное преимущество удаленной работы и в каких сферах эта модель наиболее приемлема? Ведь есть же масса сфер, где нельзя работать на удаленке. Конечно, конечно. Мы именно говорим о тех работах, сферах, где можно работать на удаленке. Например, конечно, технологии. Практически вся технология можно делать, программирование и так далее, финансовые дела. Все эти вещи, которые… Большая часть нашей работы сейчас связана именно с удаленной работой. То есть те, которые более продуктивные. Мы видим, что те люди, которые более платят, они работают на удаленной работе. И с чем это связано? То есть примерно процентов 53-54 населения могут работать по удаленке довольно большой или полный процент своего времени. С чем это связано? Более эффективная работа, более продуктивная работа. Ну, люди не обязательно ехать в офис. Например, в Нью-Йорке. Сколько ехать в офис? Больше часа для большинства населения в Нью-Йорке, чтобы приехать в офис. И потом опять домой ехать. Это опять больше часа. То есть два часа в день просто едешь в офис и потом едешь домой. Это очень неэффективная часть дня. И мы видим, что люди готовы дать примерно 40 процентов, по статистике показано, из этого времени, которое они не тратят на то, чтобы ехать в офис и обратно, чтобы делать свою принципиальную работу. То есть из-за этого намного эффективнее работа дома, нежели работа в офисе. Ну, при том можно подольше поспать при этом тоже. Ну, конечно, конечно. То есть люди более энергичные. Некоторые из нас, знаешь, хотят рано проснуться, они готовы работать в пять часов утра. Не все. Некоторые из нас предпочитают работать вечером, до девяти часов вечера. То есть некоторые люди, они более эффективны, если они работают утром или они работают вечером. И работа по удаленке именно позволяет им так работать. А можно ли ожидать, что когда-нибудь эта модель перестанет существовать? Или вы думаете, работа на удаленке, она теперь с нами навсегда? Несомненно, это навсегда. В будущем эта модель будет лучше и больше распределена, чем она здесь на данный момент. Потому что технология, она всё-таки не совсем разрешает нам заместить то, что можно делать на удаленке, лицо в лицо. То есть не все коллаборации можно делать на удалении так эффективно. Но технология, которая улучшится в будущем, нам сможет, позволит нам сделать коллаборацию с другими людьми намного лучше, когда мы делаем это по удаленке. Большое спасибо, Глеб, за то, что присоединились к нашему эфиру. Глеб Ципурский был с нами на связи. Колумнист Forbes, эксперт по трансформации рабочей модели на удаленную. А мы двигаемся дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!